всем привет мы продолжаем серию видеороликов посвященных обзору масштабных моделей американских седельных тягачей в масштабе 1,64 от производителя neo skill models в сегодняшнем видео хочу вам показать еще один трехостный седельный тягач марки mac модификация b61 st которая копирует прототип 1957 года я уже демонстрировал вам грузовики марки mac на своем канале это был двухостный седельный тягач с кабиной дневного типа также трехостный седельный тягач с кабиной дневного типа в 64 масштабе сегодня мы посмотрим на его собрата с кабиной со спальным отсеком и также я вам демонстрировал грузовики от franklin mint в 43 масштабе плюс грузовик от exo models который выходил в регулярной журнальной серии во франции и испании что касается моей коллекции грузовиков в 64 масштабе то я собрал все грузовички которые предлагал производитель neo skill models и планирую приобрести также модели DCP но когда они будут в моей коллекции затрудняюсь ответить потому что они продаются только на территории соединенных штатов у них довольно высокая цена плюс доставка плюс растаможка и конечная стоимость может достигать 200-300 долларов за единицу и конечно за такую сумму пока что грузовик прилетать свою коллекцию не очень хочется что касается грузовиков от neo то они мне очень нравятся и этот трехостный седельный тягач с кабиной со спальным отсеком пожалуй самый симпатичный который есть в моей коллекции у него яркая окраска красный цвет плюс черные крылья и капот которые хорошо контрастируют на фоне ярко-красной кабины и этому грузовику конечно не хватает полуприцепа я предполагаю для перевозки леса и что касается данного грузовика то мы сегодня его посмотрим сравним с еще одним трехостным седельным тягачом который есть в моей коллекции и вы в комментариях можете написать а что вы думаете о продукции neo skill models нравится ли вам седельные тягачи которые я демонстрирую хотите ли вы обзоры на другую технику которая есть в моей коллекции и что вы думаете по поводу американских траков в целом давайте не будем медлить распакуем коробочку посмотрим на грузовик поближе и здесь модель поставляется в классическом дисплей кейсе с картонной коробкой голубого цвета указан производитель neo skill models на нижней стороне упаковки есть различные информации с которой можно ознакомиться модели изготовлены в китае есть наклейка с артикулом по которому можно найти модель в интернете указан прототип mac b61st красный с черным neo масштаб 1 к 64 давайте уберем дисплей кейс и посмотрим на модель поближе очень аккуратная покраска нет видимых пятнышек клея и вообще хорошее качество сборки это визитная карточка neo skill models конечно встречаются и исключения бракованные модели попадаются но очень очень редко все же здесь довольно высокий контроль качества и эта модель выполнена комбинированным методом металлическая рама кабина сделана из полимера плюс навесные детали которые тоже сделаны из полимера отдельные дверные ручки отдельные поручни также отдельные зеркала заднего вида эти детали окрашены серебристой краской можно было сделать их и в хроме но здесь серебро с очень мелким зерном и оно отдает хром эффектам поэтому в таком варианте исполнения мне тоже нравятся данные грузовики на крыше установили клаксоны также габаритные огни сзади присутствует выхлопная труба топливные баки окрашены в цвет кабины грузовика также в цвет кабины грузовика окрашен центр колесных дисков передних и задних и мы видим также есть небольшие значки это bulldog на ступицах установлен силовой передний бампер мутноватые передние фары опять же визитная карточка продукции neo skill models издалека осветительная техника смотрится вполне реалистично но вот поворотники можно было тоже сделать из прозрачного пластика или полимера а здесь их просто обозначили оранжевым лаком что-то не делает лучше на некоторых грузовиках что-то хуже например на этой модели задние фонари просто обозначили краской в то время как на точно таком же грузовике с кабиной дневного типа задние фонари сделаны из прозрачных элементов здесь на задней стенке кабины присутствуют перекидки и поручни сделаны в виде отдельных деталей можно заглянуть внутрь кабины здесь окрашена панель приборов рулевое колесо также окрашенные сидения правда сквозь маленькие окошки все очень сложно рассмотреть можно посмотреть на грузовик сверху как видите отличий довольно много чтобы иметь оба грузовика в коллекции и рама абсолютно идентична единственное здесь меньше кабина и другое расположение аккумуляторных батарей также дополнительных ящичков топливные баки точно такие же правда на этом варианте они окрашены черной краской и здесь почему-то забыли окрасить лючок горловины бензобака а на красном варианте его покрасили серебристой краской так выглядит передняя часть тоже установлены регистрационные номерные знаки опять же мутноватая светильная техника точно такие же поворотники точно такие же черные крылья на боковинках капота есть логотип грузовика mac также надписи и замочки здесь такое ощущение как будто сделаны методом фототравления очень ажурно выглядят и установлены довольно аккуратно надписи сделаны в виде декалей как раз вы можете посмотреть на задние фонари на этом грузовике они сделаны прозрачными тоже рабочее седло полуприцеп для сыпучих грузов я сегодня демонстрировать не буду уже неоднократно его показывал и он не очень подходит к этому сидельному тягачу но какие еще здесь визуальные отличия это расположение клаксонов здесь дудки расположены с фейдской стороны здесь они по обеим сторонам кабины точно такой же маскот на облицовке радиатора капот выкрашен черным цветом на красном варианте здесь он в цвет грузовика бампера отличаются здесь установлен силовой бампер также отличается окраска колесных дисков на варианте зелененьким они черные серебристым ободком а на красном варианте они красные серебристым ободком соответственно и вы можете посмотреть чем отличаются кабины у двух вариантов еще раз повторюсь мне очень нравится красно-черный вариант пожалуй это самый красивый mac b61 который есть моя коллекция у меня также есть грузовик сорок третьем масштабе от иксу я вам демонстрировал его и от frank and mint тоже показывал модель но там двухосные сидельные тягачи их сравнивать с этим трехосником я думаю нет особого смысла все же разные колесные базы покрышки здесь с выразительным протектором и покрышки одинаковые на обеих грузовиках и точно такие же покрышки устанавливаются на другие грузовики от neo scale models видимо решили не заморачиваться и сделали унифицированную резину хотя если посмотреть на настоящие грузовики у них тоже покрышки порой одинаковые и в этом плане я за neo scale models и такая унификация идет только на пользу копийности масштабной копии единственное не хватает боковой маркировки и хотелось бы чтобы maestro models выпустил подходящую резину для этих траков но я думаю они не будут выпускать для neo scale models подходящую резину потому что в россии на эти грузовики довольно маленький спрос очень ажурно сделаны стеклоочистители они исход отравления ну еще раз можно сравнить два грузовичка и можете в комментариях написать какой грузовик вам нравится больше если мне удастся приобрести модели полуприцепов от DCP то я тоже вам покажу уже в отдельном видеоролике то как будут выглядеть модели с различными полуприцепами свои грузовики я храню в закрытых дисплей кейсах и в этом плане хорошо что у него такие прозрачные дисплей кейсы вы можете поставить их один на другой и тем самым сэкономить место и по размеру эти грузовики как легковушка в 43 масштабе если бы данный грузовик был 43 масштабе то он был значительно крупнее и опять же выигрыш модели в 64 масштабе то что вы экономите место которого я думаю многих не хватает и у меня помимо грузовиков в 64 масштабе также есть грузовики в 32 масштабе от инминт есть пару грузовиков в 18 масштабе если у вас будет интерес я сделаю на них тоже отдельные видеоролики вот такой замечательный грузовик который может украсить вашу коллекцию если вы собираете американскую технику пишите ваши комментарии что вы думаете по поводу данного mac b61 st который копирует продлип 57 года если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока пока